Толкование Священного Писания Рассмотрели пример подобного толкования, исследовали роль Святого Духа в процессе толкования Священного Писания И прежде чем мы перейдем к третьему шагу попытки применения истин Священного Писания Я хотел бы сделать еще несколько замечаний по процессу толкования Очень краткий совет по поводу того, как толковать проблемные тексты Дело в том, что есть такие тексты в Священном Писании, которые не поддаются толкованию даже при применении всех шести принципов толкования Писания Таких текстов немного, но они все же есть Например, иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Такие мертвые тексты, понять которые невозможно в принципе, весьма и весьма для толкования трудны Вам ничего не даст проведение лексического анализа, синтаксического анализа Здесь слова все простые, известные, мертвые, крещение Ничего не даст исследования исторического контекста, потому что не сохранилось никаких упоминаний о подобной группе людей Ну и так далее Собственно говоря, даже принцип исторической преемственности здесь вам мало что даст По-моему, никто, почти никто из отцов церкви не обращался к толкованию этого текста Ну, за редким исключением Что же делать в таких случаях? Я хочу дать вам три совета Совет первый Смиритесь с тем, что некоторые тайны мы узнаем только на небе Это разоконие 29.29 Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему А открытое нам и сынам нашим до века Чтобы мы исполняли все слова закона сего Исполняйте понятное, ну а непонятное, ну что ж, оставьте до лучших времен Смиритесь Второй совет заключается в том, чтобы вы научились видеть то, что можно знать достоверно Другими словами, вам поможет процесс наблюдения Вот те множество вещей, которые буквально лежат на поверхности В процессе наблюдения вы можете, ну так сказать, использовать для того, чтобы хотя бы что-то сказать об этом стихе Ну, например, что мы можем увидеть при беглом поверхностном взгляде на этот текст из первого послания Коринфянам Мы видим, что крестящиеся для мертвых Это какая-то группа людей во множественном числе Мы видим, что Павел употребляет их в третьем лице Глагол Это они некие, крестящиеся для мертвых В то же время, если Павел говорит о церкви То он употребляет глагол либо второго лица, либо первого лица То есть он говорит либо вы, либо мы Использование третьего лица косвенно подтверждает нам, что эта группа крестящихся для мертвых Не была частью церкви То есть это некие люди, о которых можно сказать в третьем лице Что еще мы можем знать достоверно? Текст не содержит повеления креститься для мертвых Можно облегченно вздохнуть, утереть пот с олба и сказать Ну, не надо нам креститься для мертвых Ну, кстати, здесь поможет принцип аналогии веры и аналогии писания Как он вам поможет? Он поможет вам так Нигде больше в Библии и нигде в догматике церковной, в истории Мы не видим повеления креститься ради мертвых Повеления нет Нигде в Библии, ни в этом тексте, ни вообще нигде в Библии Ну и третий совет, который я могу вам дать Научитесь находить косвенную пользу Какая косвенная польза этого стиха? Апостол Павел явно употребляет этот стих Как еще один аргумент в пользу того, что мертвые воскреснут Скорее всего мы можем предположить Что существовала какая-то маргинальная группа людей Скорее всего, это было какое-то религиозное верование Которые верили в то, что мертвые воскресают А раз мертвые воскресают Воскреснут И они не крещены Значит, надо за них покреститься Видимо, вот такое было верование у этой группы людей И апостол Павел приводит их в пример В качестве доказательства того, что мертвые воскреснут То есть у нас есть еще одно доказательство того, что мертвые воскреснут Павел говорит, что даже эти чудики и то верят в воскресение мертвых Крестятся для них А уж вам-то сам Бог велел верить в то, что мертвые воскресают То есть это просто еще один аргумент В пользу того, что воскресение мертвых все же будет Вот такая косвенная польза из этого стиха. Такие три совета. Ну и еще, братья мои, в заключении несколько советов по толкованию. Эти советы касаются ошибок, которых следует избегать в процессе толкования. Избегай, тщательно избегай, брат мой, придачи аллегорической окраски Священному Писанию. Я повторяюсь, но это очень важно. Особенно, когда вы толкуете притчи Иисуса Христа. Вот в притчах, притчи Иисуса Христа, это такой жанр, в котором всегда есть только одна цель. И было бы глупо толковать все притчи как аллегории. Некоторые это делают, потому что некоторые притчи Христос сам объяснял в полуаллегорическом смысле. Говоря, там, поле есть мир, жнецы и суть ангелы, посеянное на доброй земле означает то-то и так далее. Но когда Христос хотел придать черты аллегории и притчи, он, собственно, это дело сам и объяснял. В других же случаях притчи, скорее всего, похожи на анекдоты. Пусть не смущает вас такое неблагочестивое сравнение. Но что такое анекдот? Анекдот – это какой-то рассказ с неожиданным финалом. Цель анекдота – вызвать смех. И глупо толковать содержание анекдота как-то аллегорически. Ну, потому что тогда анекдот становится не смешным. У притчи тоже есть цель. Только цель притчи Иисуса Христа – не вызвать смех, а побудить слушателя задуматься над чем-то. И этой цели, собственно, подчинена вся какая-то история. Совершенно необязательно переносить образы из одной притчи в другую. Потому что, например, образ закваски в Библии бывает как положительным в притче о женщине, которая взяла три меры муки, и вот царство Божие подобно этой закваске. И образ закваски может быть отрицательным. Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, которые есть лицемерие. Поле не всегда есть мир. И так далее. А уж сколько вреда наделали ложные толкования и притчи о милосердном самарянине. Как только не издеваются над этой притчей. И самарянина рисуют в виде Христа. И под разбойниками подразумевают грехи, под елеем благодать, под гостиницей церковь, хозяин гостиницы, апостол Павел, два динария, Ветхий и Новый Завет. Ну, кстати, интересно, что если уж так толковать, что два динария, Ветхий и Новый Завет, тогда можно ожидать добавления к Библии. Потому что добрый самарянин же сказал, если издержишь это, я тебе еще дам. Ну, а уж осел, не знаю кто. Наверное, тот, кто слушает подобные толкования. Проблема здесь в том, что сколько толкователей, столько и толкований. Я помню, как мы с молодежью когда-то пытались читать Библию, и с ужасом думали, женщина взяла три меры муки. Почему три меры муки? Может быть, намек на троицу. А почему женщина? Может быть, это Христос образ греха. Потому что, ну, женщины, все плохое от них. И мы думали, как же это все сопоставить. Но на самом деле же все просто. Да кто же еще возьмет три меры муки? Мужик, что ли? Конечно, женщина. Женщина пекла хлеб. Почему три меры муки? Да не почему. Дело не в этом. Дело не в этих деталях. Не в придаче им аллегорической окраски. Что такое масло у десяти дев? Может быть, это Дух Святой? А может быть, еще что-то? А может быть, вера, которой у кого-то не хватает? Да это все не важно. Притча о десяти девах имеет только одну цель. Ребята, будьте готовы к пришествию Христа. Вот и все. И не важно, какое там масло, есть ли оно у вас или нет. Девушки не были готовы, и это плохо. А другие были готовы, и это хорошо. Вот смысл притчи. И так далее. Будьте точны. Старайтесь избегать, всячески избегать придачи аллегорической окраски Священному Писанию. Другая ошибка, которую вам следует избегать в процессе толкования. Библии, избегайте хаотичного чтения Библии. Когда вы сами читаете Писание, братья мои, пожалуйста, делайте это последовательно и логично. Не перескакивайте с текста на текст. Я знаю, что в некоторых наших церквах есть такой вид благочестивого гадания на Библии. Ну, понятно, мы уже в вульгарном смысле не открываем Писание и не тычем пальцем с закрытыми глазами. У нас есть, ну, в старых таких баптистских семьях есть такие специальные сундучки, в которых лежат карточки. И на карточках написаны стихи из Библии. И вот карточку надо достать, рано утром прочитать стих из Библии и принять его как руководство к действию на этот день. Вы знаете, я знаю, к сожалению, немало случаев, когда подобным способом вырванные из контекста библейские стихи становились причиной весьма и весьма печальных событий в жизни христиан. Я знаю даже одну сестру, которая дошла до лечения в психиатрической клинике из-за того, что ей показалось, будто бы Бог через такой текст Священного Писания пообещал ей скорое замужество, причем за конкретным братом. А поскольку этого не произошло, то, видимо, какой-то сдвиг произошел в психике, и последствия были весьма и весьма печальны. Избегайте хаотичного чтения Библии, приучайте себя к систематическому изучению текстов Священного Писания. Если уж вы призваны изучать Слово Божие, если вы призваны проповедовать его, то делайте это сами, логично и последовательно. Подавайте пример своей пастве. Подражайте в этом Иисусу Христу, который последовательно, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. Начните от Моисея читать Библию, ну и закончите откровение последовательно. Просто, когда читаете Библию для себя. Следующая ошибка, которая довольно часто подстерегает нас, это попытка перейти к применению, не закончив процесса толкования. А некоторые спросят, так что же, неужели нельзя применить стих «Се стою у двери и стучу к неверующим»? Конечно, вы люди свободные и взрослые, вы можете сделать все, что вам хочется, но Библия об этом не говорит. Поэтому прежде чем применять тот или иной стих в вашу жизнь, узнайте его первоначальное значение, а потом примените этот стих правильным образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok